В 39-м царстве и под тем же порядковым номером в государстве жил да был царь Авдей. Все у него было в жизни хорошо, был он вполне упитан, добродушен и всем доволен. Был у него один минус, любил он вкусно поесть и знал в этом толк. Поэтому главным зданием во дворце была царская кухня, оборудованная по последнему слову техники. Дымоход у кухни был самым высоким сооружением в целом царстве. Это было чудо 39-й архитектуры и дизайна среды. При такой страсти к еде, как и все правители и президенты в мире, царь боялся, что его отравят. Поэтому он никогда не расставался со своим котом по имени Абжорыч. Царь еду только нюхал, потом кот ее пробовал и через 39-е время, если кот не помирал, царь Авдей изволил есть. Бедный Абжорыч, сами подумайте, легко ли жить вот так в постоянном когнитивном диссонансе, попробовавшись, что-то необычное, деликатесное, но знать, что это может стать последним блюдом в твоей жизни. Так что на ужин Абжорыч питался ножпой, активированным углем, кровололом и прочими древнерусскими таблетками. У царя было три сына. Старший Антей, красавец, молодец. Когда-то он ручищами задушил медведя, который сбежал из царского зоопарка. Медведь, правда, был возраста 30-го и особой угрозы не представлял. Но уж больно напугалась жена Антей, Анфиса. Она как раз смотрела в зеркальце, не появились ли опять эти проклятые веснушки на лице. И тут медведь как зарыщит. Он просто хотел спросить адрес зверинца, но герой Антей его не понял. Средний царский сын Ахилей был тоже парень хоть куда. Позитивный, стрелок из лука первоклассный, лицо веселое, выражение лица всегда одинаковое. Радостное, настроение приподнятое, одним словом, прекрасен сам собой. И жена его, Адалаида, была ему под стать. Такая же красавица, только одного она боялась, как бы ее попа не выросла. А то все это норовило расти, несмотря на диеты. Так сантиметр же может лопнуть. И только с младшим сыном царю Авдею не повезло. Сгладил когда-то его царь, назвал его Альбертом. И вырос Алик чудной-причудной. Возится с коросями да улитками, боже, коровку обязательно в небо запустит. А вместо нормального колчана со стрелами, сумку со всякими сачками, да прочим биологическим оружием носит. Да еще и видит плохо, и все время говорит о чем-то непонятно. Заблудился однажды близорукий Алик. И занесла его случайно нелегкая в страшные края. Там попались ему, к его восторгу разумеется, многие биологические чудеса. Поганки, светящиеся как лампа настольная да теплоизлучающие. А потом еще и мыслящие перекати поле русские, говорящие. С неплохим, кстати, чувством юмора. Так вышел Алик на девятидевятое болото, светло вокруг. Это мошки летают, жужжат, светятся волшебным энергосберегающим неоном. И слышит Альберт, кто-то квакает по-русски, наклонился. Ах, лягушка! Альберт посадил ее на ладонь, чтобы получше разглядеть. А лягушка-то необычная, такого подвид бесхвостных, пупырчатых он даже у Брэма не видал. Поднес Алик ее самому своему носу. Лягушка приподнялась, подтянулась к нему. И получилось так, что Альберт вроде как ее и поцеловал. И тут она раз, бац, фигак, и превратилась в девицу-красавицу. Умницу, разумницу, я, говорит, царевна болотная, звать Маша. Давай с тобой жениться, не пожалеешь. А в лягушку меня превратил Кощей бессмертный за то, что я отказалась за него замуж идти. Дуну его в болото, самовлюбленный, противный, занудный, в хордовых земноводных бесхвостных ничего не смыслит. И везде только свои портреты ваяет. Живет Кощей в своем белом, как смерть царствия. Целыми днями сидит в ванне с живой водой, боится постареть раньше времени. Ни о какой любви даже думать не приходится. Боюсь, правда, что придется тебе с ним побороться. Либо победить Кощей в бою, либо обмануть, либо на мировую пойти. Вот так и началась эта волшебная история. А как она продолжится, вы узнаете через три года во всех кинотеатрах страны.